Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка компании Тикмил и сами я, Артур Идиатурин. Шоковой новостью для перспектив мирового спроса стало падение китайского товарооборота в декабре. Данные в понедельник показали, что снизился как экспорт, так и импорт, и причем темпы падения стали максимальными за два года. При этом салют торговый баланс Китая и США продолжил двигаться в положительную сторону, указывая на минимальный эффект от достигнутых договоренностей об увеличении закупок, либо эти эффекты проявятся позднее. Падение потребительского спроса в Китае общается по всему миру, сжатие крупного рынка сбыта уже ощутили компании Apple и, например, британский Land Rover. Производитель смартфонов предупредил, что продажи в Китае замедлится, а Land Rover реагировал сокращением штат-сотрудников в Великобритании. Китайские власти стараются обходиться без масштабных мер стимулирования, чтобы сдержать панику на валютном рынке. Последней существенной мерой было сокращение нормы резервирования для банков на 1% в январе, которая будет поэтапно реализована до конца третьей недели января. Это уже пятая попытка использовать этот стимулирующий рычаг за 2018 год, ну и начало 2019. Административные вмешательства в виде снижения налогов в Китае и повышения расходов на инфраструктуру не смогли уберечь экономику от негативных последствий замедления в производственном секторе. Сегодня китайский уань терял почти половину процента против доллара, однако позже курс восстановился до уровня открытия. Индекс ВИКС сегодня подскочил уже до 20 пунктов. Отражает, естественно, это рост опасений касательно выручки американских компаний, имеющих рынок в Китае. Рост неприятия к риску. Это было замечено также в динамике золота, который вырослся на половину процента против доллара. Декабрьский экспорт Китая неожиданно снижился на 4,4%. В годовом выражении отражаем падение спроса на китайские товары на всех основных рынках. Шоковое падение экспорта состояло 7,6% против прогноза увеличения на 4,5%. Это стало максимальным снижением с июля 2016 года. Торговый баланс Китая с США, предмет политического раздора между двумя странами, улучшился в пользу Китая на 17,3% в 2018 году за счет сокращения закупок сейлобов, углеводородов и других товаров, в то время как импорт США из Китая просил на меньшее значение. Кто следил за ожиданиями и реальными данными по товарообороту Китая нескольких предыдущих кварталов, мог заметить, что данные были несколько устойчивы к падению объемов выпуска в производственном секторе, особенно что отражалось в слабых данных по промышленному производству и индексу закупок среди менеджеров. Это объяснялось тем, что производители, естественно, спешили отправить товары в США, пока новые тарифы не вступили в силу. Искусственная спешка, таким образом, авансом удовлетворила часть будущего спроса и сейчас закономерно наступает компенсирующий эффект. Ухудшение торговых данных, соответственно, делает актуален сейчас вопрос о справедливости текущего обменного курса материковый юаня против доллара. Перемирия в торговой войне, глубинный выпад ФРС не придали юаню некоторую устойчивость, но риски дальнейшего замедления экономики в Китае, вероятно, возымеют подавляющий эффект, и пара доллар-юань, может снова скачками добраться до отметки в 7 юаней за доллар. Этому также могут помочь спасательные и стимулирующие мероприятия китайских властей, которые определенно будут, так как, чтобы стоять на одной ступени в переговорах с США, нужно хотя бы обеспечить сейчас им стабилизацию экономики. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.